Подвинусь немножечко сюда. Он прекрасно играет на пианино. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice everywhere. Отличная игра на пианино. И вот эта вибрато. И вот эта вибрато. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я скучал по тебе, Димаш. А то уже прошло столько времени. Я слушал Димаша на прошлой неделе вместе с Сэмом, и мы смотрели SOS. Другая версия этой песни свела его с ума. У него просто крыша поехала. Интересно наблюдать его прогресс, потому что мы видели его вживую. То есть у нас есть точная картина его набора навыков. И мы слышим значительный прогресс, особенно это можно сказать про произношение английского языка. Это то, что мы заметили. И то, что можно было бы немного поправить. У него невероятные артикуляционные навыки. Слушай, у нас просто нет никакого права критиковать чье-то произношение, потому что мы сами-то не владеем другими языками. Но если только с точки зрения наблюдателя... Да, конечно, просто взгляд со стороны. Я не очерняю его. Он же, получается, говорит на... Казахском? Так они его называют? Или казахстанский? Я не знаю. Пожалуйста, дайте нам знать. Да, большая просьба, чтобы мы дальше говорили правильно. Также он говорит на русском и на всех этих других языках. И с детства устанавливаются определенные формации, благодаря повторяющимся позициям губ языка и челюсти. И это потом очень тяжело изменить. Поэтому я сказал, что здесь я слышу прогресс. Между тем, что он делает здесь, и тем, что мы слышали на концерте. Когда мы только начали делать реакции на него, мы говорили, что лучше уже не будет. Но люди убеждали нас в обратном. Да, согласен. И они были правы. Это же такие тонкости. Я к тому, что его навыки на высочайшем уровне. Но сейчас у него больше глубины повествования. Ну и в целом его звучание стало намного богаче. Да, этот вау-фактор, когда ты в первый раз его слушаешь. Ты такой, это же край. Но ты же видел эту реакцию толпы. Они же здесь его впервые слышат. Это был большой год для него, когда он открылся всему миру. Ну а люди просто перестали доверять своим ушам. Как же славно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не останавливайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему бы и нет? О боже мой. У меня опять болят щечки. От улыбки 3 на 4. И все опять стало тип-топ. Просто когда ты не слушаешь его целую неделю, то как будто бы что-то да не так. Это его соперники в этой комнате. Ты хоть можешь себе представить, каково это быть его соперником? Я уверен, что они тоже все молодцы. Но это же просто, я имею в виду, я помню себя в молодости, когда у тебя горят глаза, и ты сделаешь все для победы. Но в их случае... Я бы умотал оттуда диапазон нот от ноты ре до ноты фа-5. Еще и с такой силой, с такой мощью. Я знаю, что это микс, но он смешивает это так безупречно, что кажется, что это грудной голос, слегка увеличенный вверх. И это действительно высокая нота для грудного голоса. Очень высокая. Еще мне импонирует язык его тела. После каждого сказанного слова. Я обожаю эту самоотдачу. Эту эмоциональность на сцене, которая присутствует на каждом его выступлении. Я думаю, я никогда не видел, чтобы он просто сыграл номер. Да, в точку. Он всегда дает все, на что он способен. В этот момент. И в этом месте. И вот здесь, когда ему 23 года, он блистает своими умениями. Каждая клеточка его тела предана этой песне. И как не любить такого артиста, который делает это? Это по-любому нервы, с которыми он борется. Он переключается на этот непостижимый режим автопилота. И эмоционально сливается с песней. Просто вот так. Ему даже модуляцию не надо делать. Ты слышал? Да, я знаю. Это по-любому нервы. А потом чистый тон, больше головного голоса и оперный стиль. Кристально чисто. Это пример того, когда связки немного плотные, и они изначально имеют более грудное звучание. И затем позиция его гортани выдает приглушенное звучание. А потом это переходит в низкую позицию гортани, где эти мягкие стенки. Я про зону глотки. И головной голос немного истончает связки. Я не говорю, что это два разных певца. Дело в том, что он сочетает в себе разные стили. Это и делает его неповторимо уникальным. По сравнению с другими певцами, у которых только один набор инструментов. Принимая во внимание, что сейчас он поет еще лучше, но есть что-то такое классное и привлекательное, вот тогда, когда он только начинал. Открытие. Я про вот эту энергию, что вот, я вам сейчас покажу. Вот это дополнительная мотивация для того 20-летнего паренька. Или сколько ему было. Еще это необработанное звучание. Это юношеская напряженность. То же самое было, когда я в первый раз услышал Элтона Джона. Через года он стал лучше, но иногда я скучаю по его тому несовершенному звучанию. Это было немного выше и было немного бесконтрольно. Ну, к Димашу это, конечно, не относится. Я тебя понял. Я понимаю, почему Диэрс хотят, чтобы мы сделали реакции на эти видео. Не потому, что он творит здесь все эти невероятные вещи, а потому что тогда они открыли его для себя. Именно в те моменты. И они делятся этим.